Всем привет! Это день 8 из 30 дней записывания видео, и я так радуюсь, что уже удалось записывать видео целую неделю. И я также получаю большую радость внутри себя от того, что я каждый день появляюсь на связи с вами, нахожу способ с вами пообщаться, поделиться какими-то подсказками, надеюсь вдохновить вас, и также, что получают вас комментарии. Мне очень нравится весь этот процесс, и я так рада, что я решила сделать для себя такой подарок на свой день рождения более недели назад, начав записывать эти 30 видео. Также хочу сказать, что я записываю на один из своих старых девайсов, и я понятия не имею, какой здесь звук, поэтому если он ужасен, то простите меня, пожалуйста, надеюсь, меня слышно. К сожалению, мои обычные способы записи все разрядились, и поэтому приходится записать это видео на вот совсем другим способом. Но так как я решила бороться со своим перфекционизмом, это как раз упражнение для этого. Сегодня хочу поговорить об интуиции снова, и о том, как мы можем ее блокировать, потому что можем сопротивляться мелким всяким переменам. И я говорю, конечно, не о большом страхе перемен, когда речь о том, чтобы сильно изменить свою жизнь, как-то сильно чем-то рискнуть, последовав за интуицией, но я говорю о нашей способности сопротивляться по мелочам. Например, если вы едете на работу, и ваша интуиция предлагает вам посреди дороги сменить маршрут с привычного, но чуть-чуть более длинный или необычный, вы можете начать сопротивляться просто потому, что ну вы же так задумали уже, вы уже спланировали, так же всегда едете и всегда успевали вовремя, и все такое прочее. А при этом это может быть реальная подсказка в интуиции о том, чтобы избежать какой-то аварии, пробки, а может быть даже открыть какую-то новую, более короткую дорогу. И мне кажется, это свойственно нам всем, что наша психика может как бы лениться и не хотеть менять свои планы даже по мелочам и меняться в каких-то не очень сложных вещах. И я точно могу про себя сказать, что у меня такое бывает постоянно. Часть меня всегда недовольна любыми переменами, хотя они мне, как правило, всегда идут на пользу. И бороться с этим можно следующими способами. Можно произносить аффирмации, например, я позволяю себе меняться, или я разрешаю моей жизни меняться, или перемены идут на благо, перемены — это не страшно, или что-нибудь в таком духе, чтобы успокаивало вас, вашу психику, ваше подсознание немножечко вас на связи со своей душой выводило. И помогало просто вот это вот сопротивление, такой какой-то внутренний барьер пройти спокойнее. Также можно, конечно, просто напоминать себе, что всё в порядке, это просто мелкие перемены, ничего страшного, можно попробовать по-другому. Также можно просить... Это тут зависит от того, с какими высшими силами у вас свой контакт и что вам ближе. Но можно, например, просить своих помощников, пожалуйста, помогайте мне сохранять гибкость. Или, Господи, Вселенная, Бог, пожалуйста, вдохновляй меня меняться, помогай мне быть открытым к новой информации, помогайте мне просто проходить перемены. Сейчас, например, у меня такой опыт происходит, что мне, чтобы позабыться о своём здоровье, нужно изменить некоторое количество привычек. Ничего такого грандиозного, кое-что я уже делала раньше. То есть, в принципе, всё в порядке, всё нормально. Но часть меня сопротивляется и такая... Ну, я не хочу, ба-ба-ба-ба-ба-ба. И в этот момент очень важно позаботиться о себе, как бы бережно отнесись к себе и понять, что нужно просто дополнительная поддержка, чтобы помочь психике преодолеть это внутреннее сопротивление и просто адаптироваться потихонечку. И мне кажется, если мы найдём свои способы, как поглаживая себя бережно проходить сквозь перемены и поддерживать, и подбадривать себя, то мы сможем намного лучше слышать свою интуицию и намного легче соглашаться на её идеи и предложения. Чтобы вообще слушать свою интуицию, необходимо быть готовым быть гибкими, потому что она как раз часто призывает нас к тому, что можно немножечко изменить, что можно тут адаптировать, что можно тут сделать, а что можно кардинально изменить. И когда у нас есть опыт открытости и опыт расширения этой нашей открытости к переменам, то тогда нам намного проще менять свою жизнь и использовать подсказки своей интуиции на благо. Надеюсь, что сегодняшнее видео вдохновит вас быть более открытыми к переменам в вашей жизни. Спасибо, что вы посмотрели меня сегодня. И до завтра. Пока! Субтитры подогнал «Симон»